Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые задаете вы через портал Экзегет. Нет, вопрос следующий. Что значит вести духовную жизнь? Ходить в храм и молиться? Ходить в храм, конечно, здорово, а молиться еще лучше, но это может быть духовной жизнью, может не быть духовной жизнью. Ну, скажем, фарисеи ходили в храм, но духовной жизни у них не было. Фарисей молился, но тоже его молитва была осуждена. Духовная жизнь, в общем-то, это когда человек живет по воле святаго Духа, которого он принял внутрь самого себя. Это и будет духовная жизнь. То есть, когда в нормальном состоянии, то есть в обычном, естественном бы состоянии человека, это происходит после таинства крещения. В крещении человек получает благодать святаго Духа, которого он начинает слушать, которым начинает покоряться, которым начинает жить, и в нем начинается духовная жизнь, которая доводит его до совершенной святости. У нас ненормальное состояние. Мы крестились когда-то, в церковь приходим еще когда-то, а жить в соответствии с тем, что вели Дух Святой, начинаем еще лет через 15-20. У нас все это размазано по нашей жизни, и не так все у нас это просто и однозначно. Но в целом, вот тогда, когда мы ощутили внутрь себя действия святаго Духа, и начинаем слушаться его, слушаться его заповеди, и бороться с тем, что является, скажем, преступлением против жизни, то есть то, что может лишить меня этой самой благодати святаго Духа, вот когда я так живу, это и есть духовная жизнь.